На самом деле у меня полное название темы лекции было «А фуроре норма норум» или «Как перестать бояться и научиться любить викингов». Это, конечно же, отсылка к известному фильму Стэнли Кубрика «Как я перестал бояться и научился любить атомную бомбу». Дело в том, что тут две вводные буквально. Первая про Стэнли Кубрика, вторая про мою нынешнюю лекцию. В первую и самую главную очередь неорганизаторы попросили прочитать некую вводную лекцию, описывающую эпоху викингов в принципе, чтобы не делать некой узколокальной темы, которая была бы понятна только некоторому количеству специалистов. А я тут вижу довольно большое количество специалистов, которые скажут «Жуков, что ты тут несешь вообще? Мы и так это все знаем». То есть, с одной стороны, придется извиниться перед узколокальными специалистами, которые глубоко знают тему. Ну, а для всех остальных, надеюсь, будет интересно. А второе замечание – это, собственно, про Стэнли Кубрика. То есть, ну, именно в этом смысл. То есть, эпоха викингов для Европы, и не только для Европы, для мусульманского мира, ну, по крайней мере, для западной части мусульманского мира, для Северной Африки, для Испании, это оказалось натурально как атомная бомбардировка. То есть, никто не понимал, что это вообще происходит. При этом, казалось бы, вот мы прямо сейчас смотрим, когда началась эпоха викингов классические. Кто-нибудь помнит? Правильно, да. Полуостров Лендисфарн – это такая, ну, в общем, наверное, грамотно поставленная историографическая точка, что вот с ограбления полуострова Лендисфарн начинается эпоха викингов. Но, если мы посмотрим на то, что произошло тогда в Англии, то мы скажем, посмотрев на несколько более широкий контекст, что подобного рода мероприятия происходили сильно раньше. И, более того, некоторые из них совсем вообще никак не зафиксированы в письменных источниках. То есть, в хроникально летописных известиях европейских. Потому что они известны только археологически. Вот буквально на наших глазах в 2010-е годы начали придавать широкой огласке находку на острове Саарима, у нас в Балтийском море, который относится к 700-м годам. То есть, вообще, к началу 8-го века, может быть, даже к концу 7-го века находку двух ладей, большой, условно, дракара, и маленькой, ну, какой-то такой плашкоут небольшой, где было более 50 человек, порубленных в бою, захоронено. И они имеют совершенно характерные маркеры того, что это были находники из Скандинавии. Они оказались на противоположном конце Балтийского моря и там погибли при невыясненных обстоятельствах. То ли их местные порубали, то ли они встретили таких же викингов, как они, ну, в смысле скандинавов, таких же, как они, вступили с ними в конфликт и погибли. Их похоронили, в общем-то, в довольно понятном, честном для Скандинава, для северного древнего германца обычаи. Но это, считай, почти до 100 лет раньше. Но если мы посмотрим еще шире на тип того, чем были викинги, а чем они были, черт возьми, почему это афуроре норма норум вдруг прозвучало только в конце 9-го века и в 10-м веке? То есть это всего лишь на самом деле грабительский набег, ну, чисто формально. То есть приехали люди какие-то и ограбили некое поселение, монастырь, крепость, сожгли город. Ну и мы прямо сейчас, если мы хоть чуть-чуть вообще интересовались историей раннего средневековья, поздней античности, мы понимаем, что это происходило в режиме нон-стоп. Как только разрушилась Римская империя и исчезла вот эта сокрушительная сумма насилия, которая удерживала всю Айкумену в хоть каком-то порядке, и если приходили грабить и жечь, так это приходила грабить и жечь армия по приказу императора. Все было понятно. Но как только эта сумма насилия исчезла, ну, стали приходить все подряд. Скажите, вот прямо ответьте мне, викинги первые сожгли какой-нибудь город частным образом или ограбили его? Совершенно справедливо. Нет. А чем же викинги-то отличались от каких-нибудь готов, которые приехали на лимис Римской империи и за него? Чем они отличались от банд Атиллы, которые приехали на тот же самый лимис Римской империи и за него? И сожгли, ограбили, убили, обратили в рабство? Ответ формально – ничем. Чего ты хотел сказать? Это замечательно. Формально чем это отличается? Ничем. То есть, или если бы, например, вдруг к тебе приехали парни не на ладьях, а на конях, ткнули бы тебе, так сказать, полуметровую железку и угнали в рабство, тебе бы сильно полегчало? В этот момент нужно сказать, что это абсолютно другое. И парни на конях должны были сказать, что мы не викинги. Не нужно так расстраиваться, все в порядке. Так вот, феномен этот при чисто формальном сличении имеет совершенно другое наполнение. Просто потому, что еще раз, второй раз повторю, вот этот грабительский рейд в истории был известен, ну, очень сильно со времен ранних скифов, которые премного беспокоили границы Персидской империи. И выглядели точно так же, когда у тебя из моря песка, ну, или из моря воды, неважно, а то только из моря песка прибывает некая группа товарищей, творческий коллектив, устраивает безобразие с убийствами, изнасилованиями, обращением в рабство, ограблением и убывает в точно такое же море. Это постоянно происходило. Но почему викинги-то стали настолько неприятным сюрпризом для Европы? Да. Нет. Это не Голливуд молитва придумал. Отнюдь. Это придумала святая католическая церковь. Задолго до того, как образовался Голливуд, в Голливуде в это время прозывали индейцы какие-нибудь там эти командчи. Точно. Так вот, викинги-то сами, когда они в принципе выплыли на своих ладьях на всемирно-историческую арену, произошло это в тренировочном, безусловно, виде задолго до конца 8 века. Задолго до. И это нужно прям подчеркнуть жирным шрифтом. Потому что внутренние походы вот тех самых викингов начались в конце 5-го, конце 6-го века, когда закончилась держава инглингов. И стали рассыпаться вот эти вот протогосударственные образования вендельской до викингской эпохи. Когда еще, да, были некоторые подобия королевств. Ну, условно, сейчас в огромных кавычках говорим слово королевств. Но они начинают рассыпаться. И начинается постоянное вот это вот хождение в гости одних скандинавов к другим скандинавам или через Балтийское море к эстонцам, литовцам, будущим латвийцам. Где им делали всякое. И вот тут нужно вспомнить некую предысторию. Которая, кстати, с историей России связана, на мой взгляд, непосредственно и незаслуженно забывается. Это вот как-то замечание не один, а замечание 0.0. Куда ходили на нашей территории скандинавские, то есть северо-германские завоеватели, находники, организаторы набегов. Куда они шли? А они шли ровно туда, куда им в Скандинавии не могли не рассказывать собственные сказки, блин и легенды. Туда, куда когда-то пошли готы в 4 веке из той же самой Скандинавии, которые в конце концов организовали у нас в нашем Черноземье, в районе Орла, Курска, Белгорода и далее вниз на юго-запад державу Гермонариха Великого. Они откуда шли? Они шли из Швеции, это были готы. Они шли через современную Прибалтику, условно говоря. Условно говоря, через территорию современной Ленинградской области. И в конце концов оказались вот там, где они оказались и включились в большую игру конца Римской империи. Но через что они прошли? Что вы говорите? Что вы говорите? Вам надо садиться за диссертацию. Так вот, куда пошли они? То тут ровно туда же они пошли. Если мы будем говорить про территорию Руси. Но для викингов, которые именно настоящие викинги, вот те самые, восьмого и позже веков, для них еще была неоткрыта Западная Европа, не обслужена ими. И вот именно она, я недаром сейчас вспомнил историю Руси, или прото-предруси. И вот именно Западная Европа дала ту самую ужасную легенду, совершенно оправданную, о страшных викингах, которые устроили, не скажу геноцид, но, конечно, чудовищное беспокойство. От Англии, Франции, Голландии, северных границ священной империи Франков, Испании, Северной Африки и так далее. А вот почему, спрашивается, и почему они были необычны, это вопрос, который я сдаю с самого начала. Так ровно потому, что вот то, что мы называем эпохой викингов, и то, что мы называем викингами, это для самих скандинавов было нечто совершенно ненормальное. Совсем. То есть, откуда берется самое главное экономические эпохи викингов? Люди, которые тысячами, тысячами, а это для раннего средневековья совершенно исполинские воинские контингенты, я не говорю каждый воинский контингент, я говорю их всех на круг. Это огромное усилие, и это огромное усилие имело эффект. То есть, если бы они не имели эффекта, их бы никто не испугался, правда ведь? Это значит, что они имели корабли, которые стоят очень дорого, они имеют железное, точнее стальное, профессионально сделанное оружие, которое стоит дорого, какие-никакие доспехи, совместное обучение, провиант для начала похода. А это огромные, невообразимые ресурсы. Просто снарядить один дракар, это как сейчас отправить людей на Луну приблизительно, это очень дорого. То есть, если Скандинавия могла сделать такое экономическое усилие, о каком экономическом, к чертовой матери, кризисе вообще речь? Но кризис был. Кризис на самом деле потрясающий, и кризис, который потрясающе вписывает эпоху викингов в общемировой контекст. Потому что, если мы посмотрим на земной шар всего лишь, и, например, обратим свое внимание на Юго-Восточную Азию, то мы увидим, что очень похожие процессы происходили в Индонезии, в Нус-Антарии. Когда люди прибывали для колонизации этих островов Индонезии с отличным климатом, начинали там разрабатывать рисовые террасы, они получали много еды. И спрашивайте, если много еды, откуда экономический кризис? Ну не бывает такого. Нет, бывает. Потому что чем больше вы получаете еды, тем больше получается населения. И на какой-то момент население просто перехлестывает экономическую эффективность, даже очень эффективного хозяйства. И дальше нужно сделать вопрос молодежи. И знак вопроса. И, если что, вся Юго-Восточная Азия, там по самый конец Индонезии, была заселена именно так. И заселена она была на кораблях с использованием военной силы. То есть, если бы те люди, которые когда-то населяли Индонезию, могли писать, они бы обязательно написали про индонезийскую эпоху викингов. И то же самое было в Скандинавии. Потому что Скандинавия времен VI, VII, VIII веков переживает на самом деле не экономический кризис, а экономический взлет, связанный с использованием новых технологий. Появляется плечевой хомут для лошади, который позволяет вспахивать тяжелую местную почву. Появляется, ну, правда, не сильно сразу, но в конце концов, подкова для хозяйственной лошади, которая позволяет усиливать тягу хозяйственного животного, которая усиливает качество вспашки. То есть, появляется тот самый базис, который позволяет нарастить количество прибавочного продукта и нарастить количество населения. И вдруг оказывается, что вот этот старый протофеодальный экономический базис не в состоянии прокормить возросшего количества населения. При этом оно не бедное. Нищие населения, как мы уже имели в виду, не сможет построить дракары и не сможет снарядить всех стальным оружием. А они могли. Значит, они бедные не были. У них был самый главный вопрос – сбросить лишнее население. И почему этого раньше не происходило? По двум причинам. Потому что, если мы говорим про V-VI века, то в V веке им сбрасывать лишнее население было не надо, потому что была Римская империя еще. И вот эти вот самые скандинавские, северогерманские… Ооо, хорошо. Спасибо. Я продолжу. Бог один. Я имел в виду Один, ну ладно. Да, так вот. Эти парни предложили своим, вот этому избыточному населению, которое неизбежно появлялось на возросшем экономическом базисе, ну просто дед с куда-то. Потому что какие варианты? Вот есть я, папа, например. У меня есть пятеро сыновей. Я могу отдать хоть сколько-то земли, ну хорошо, двум. Кстати, скорее всего одному, ну хорошо, я очень богатый, двум. Ну и еще трех-то куда девать, а они что за кровиночки? Ну потому что это ж сын, это ж святое вообще-то для каждого мужика. То есть просто так я его выгнать не могу. Я могу ему построить корабль. Могу купить ему меч, шлем, кольчугу и позвать его друзей по детскому саду, которые уже подросли. И говорить, сделайте, парни, что-нибудь великое. Ну и все, на этом мои отцовские обязанности заканчиваются, очень удобно. И парни делают что-то великое. И дальше перед парнями образуются два пути, которых не было, например, перед гуннами или арабами после смерти пророка Магомета. Да, растет его брата бесконечно. То есть они могли пойти в какое-то место, которое очень населено и которое очень богато. Ровно туда же, куда, между прочим, отправляли легенды и мифы их далеких северо-германских древних предков в Римскую империю. Там уже нет Римской империи, но деньги все еще есть. Это Голландия будущая, Фризия, ну понятно, Фризия будущая, Голландия, это Франция, королевство франков, это Испания, Африка. И там все заселено. И там они могут добыть деньги и славу только методом физического отъема. И никак по-другому. Там очень много людей, им некуда деться там. Изначально. А есть другой способ. Сейчас секунду про второй способ, и потом я к тебе обращусь. А есть второй способ. Пойти в неизведанные земли. Там, где мало людей. Это пойти по другой стороне тех же самых легенд и мифов. Пойти вслед за Германарихом. Про которого, естественно, они все хорошо знали. Потому что трудовое общество, и у них 300-400 лет, это ерунда. Это очень близкие родственники. И вот на Русь они шли не для того, чтобы... Ну, на будущее, понятно, Русь. Не для того, чтобы грабить. Там нечем было грабить, скорее всего. Они шли для колонизации. А вот на Западную Европу они шли именно за грабежом. И вот этот грабеж, который, как мы уже выяснили, вообще-то, был довольно обыденной историей, почему он так напугал именно западных-то европейцев. А ровно потому, что грабеж этот был, да, свирепый, да, очень опасный. Довольно продолжительный по историческим меркам. Но он имел крайне пугающие перспективы. Потому что, ну, понятно, эти беспокоящие набеги, это просто очень неприятно и очень опасно. Но вот уже пятый раз говорим, это не первый раз в истории Европы. Этот процесс имел тенденцию к нарастанию. И хоть сколько-нибудь думающие люди в Западной Европе отлично понимали, что этот процесс имеет тенденцию к нарастанию. Потому что... Что такое начало эпохи викингов? Которые и есть в полном смысле слова этого безудержного грабежа и насилия. Это эпоха морских конунгов. То есть людей, вот тех самых младших сыновей, которые не имеют своей земли. Они имеют один, два, три, ну, хорошо, пять дракаров. Они приплывают куда-то, грабят, возвращаются в Скандинавику, покупают себе землю. И перестают быть викингами после этого сразу. Или не покупают и идут еще раз. То есть это дисперсный, постоянный грабеж, с которым непонятно, как справиться. Потому что если бы у вас была страна, которая инициирует такого рода набеги, можно было бы взять Берлин и всех убить. А когда нет страны, ну вы что ж будете за каждым бегать, что ли? Предъявить, ну, только этому конкретному козлу, который вас ограбил, ну, иди ты его найди там. Там, в море невозможно или очень сложно. А их сотни просто, сотни. Но это бы не напугало западную Европу. Напугало ровно то, что эти банды начинают соединяться. Просто потому, что богатство, которое вывозилось из Европы, из империи франков и далее, на юг и восток, оно превращалось в некую большую сумму, которая, естественно, должна была где-то накопиться. Ну, деньги, они именно так работают, что если появляется там условие... При слове 100 баксов все выключилось. Если есть 100 баксов и 10 человек, мы эти 100 баксов на десятерых поделим легко. Но как только появляется 10 миллионов баксов, это делится только на одного. Это было так всегда. Потому что вот эти капиталы имеют тенденцию к накоплению. Кто-то должен победить в конкуренции и забрать к себе все. Как только он заберет к себе все, у него будет уже не один, пять дракаров, а десять, пятьдесят дракаров. И буквально за очень небольшой промежуток времени, по историческим, конечно, меркам, примерно за сто лет стали плавать творческие коллективы не в один, пять дракаров, вот это вот жуткое дисперсное насилие, а приплывает туда дракаров пятьдесят сто. И они берут Париж. И они на секундочку вдруг взяли и захватили половину Англии. И именно вот тогда, когда эти маленькие дружины превращаются в огромные армии, снаряженные, опытные, вооруженные и самой лучшей пехотой своего времени, которой еще никто не может сопротивляться, рыцарей еще нет на конях. Вот почувствовав эту угрозу, конечно, сразу заорали, а фурор и норма норум, либера нос, о домине. Это происходит как раз где-то в районе конца девятого, первой половины десятого века. Уже захвачена половина Англии, по факту. Боятся, что у них, у западных европейцев, северные европейцы отнимут серьезные властные полномочия и ресурсные полномочия. Да. А я очень даже легко это объясню, потому что в Скандинавии было самое главное. Огромный дефицит земли. А, сейчас повторю вопрос. Законно, да, правильно. Вот, товарищ, который написано «Быстрее ветра» на майке, вот, он спросил, почему в Скандинавии происходит взлет экономический, он порождает такого рода выплеск демографии и насилия наружу и себя. Почему такое, например, на Руси не происходит? По одной простой причине, что на Руси очень много земель и очень мало людей. На то время. То есть, ресурсы внутренней колонизации Руси не были исчерпаны еще в 15 веке до конца. А вот в Скандинавии, которая, ну, вот такая вот, и там именно пахотные земли, которую, да, научились расплахивать гораздо лучше, чем раньше, но все равно ее очень мало. И вот там, вот в этих маленьких анклавах появляется слишком много людей, которые начинают расплахивать снаружи. Причем я не объясняю все. Экономикой ни в коем случае. Я объясняю толчок от экономики. А дальше наслаивается идеология религиозная глубоко. Дальше наслаивается идеология мифологическая. Дальше наслаивается идея, собственно говоря, этого самого викинга, который рождается и умирает на дракаре. Это все очень серьезно. Но оно под собой имеет базис некий. Толчок главное, чтобы был. Вот в чем дело. Что это было? Какие-то викинги очень невнятные, потому что я помню, что викинги не так говорили. Они прям говорили, ох! Да. Спасибо, Клим Александрович. У меня к вам есть вопрос. Вот вы говорите, что викинги занимались грабежом, и вот у них и на этом росла экономика. А у них была бы экономика помимо грабежа? А я вот как раз к этому-то перехожу. Спасибо за, так сказать, точку перелома в моей лекции. Потому что, если мы сейчас только что говорили про Западную Европу, то мы же с вами упоминали про путь Гермонариха, про Восточную Европу, где викинги не грабили в основном, потому что там грабить было нечего. Там были не обломки Римской империи, там были финно-угорские славянские леса. Чего там грабить-то? Но там есть путь. К чему? К серебру. Из-за постоянной меновой торговли они находили серебро. И они шли за серебром. И они занимались колонизацией. И если в Западной Европе они занимались той же самой колонизацией через гигантскую сумму насилия, то в Восточной Европе, а им было гораздо выгоднее дружить с местным населением, ну просто потому, что оно живет в лесах, и на Дракаре ты до них да не доберешься никогда в жизни, потому что вот стою я на асфальте в лыжи обутой. Ну или на Дракаре стою я в лыжи обутой на асфальте. То есть с местными, которые стоят на реках, лучше дружить. Они и дружили. Постепенно нащупав два речных пути по Волге и по Днепру. Великий Волжский путь, который потом заглох из-за торжества Хазарского каганата, недолгого, но очень сильно знакового в истории. И второй Днепровский путь из Варяг в Греки. А было два пути из Варяг в Греки и из Варяг в Персы. Изначально. Кстати говоря, на пути из Варяг в Персы хитрющие викинги заезжали до Рея и Багдада, уже вполне мусульманских, и сообщали, а мы христиане. Задолго до того, как нам только что предыдущая лекция была прочитана. Это нам, опять же, арабы сообщают, что они сообщали арабам, что они христиане. Почему? Потому что для ранних мусульман христианин – это правоверный. Точно такой же, как мусульманин, потому что он человек Писания. А значит, с него нельзя брать налог. И поэтому викинги, прикинув, что тут нельзя брать налог, говорили, что мы христиане, как быть мусульманами, они просто не знали в то время еще, а христианами уже знали вполне. И говорили друг другу, что, смотрите, тут Тор и Один не работают, а вот эти боги гораздо сильнее. И они становились на время христианами. Таким образом, было нащупано два пути, которые вели к одному и тому же, которые, собственно, и напугали-то западную Европу. Грабеж-то пугал западную Европу. А перспектива колонизации, чего не было очень давно, со времен падения Римской империи, когда все вроде бы уже устаканилось, когда темные века вроде бы уже закончились, и никто их больше не будет колонизировать. Но западная Европа оказалась, имела последний очаг тацетовой древней Германии. В Скандинавии, кстати говоря, где жили именно настоящие тацетовые германцы, до сих пор не принявшие христианство, опоздавшие очень сильно надолго в развитии, но воспринявшие уже вполне технологию, технологию, которая распространилась на обломках Римской империи. Из-за этого они в силу своей дикости, но архивооруженности, смогли сначала навязать насилие, а потом, вслед за насилием, из-за накопленных ресурсов, они смогли начать один из типов колонизации. Второй был, повторяюсь, в основном мирный, где викинги не были викингами, потому что мы не знаем в источниках, называли ли людей, которые шли в Гордарику викингами. По-моему, нет, скорее всего. По крайней мере, из того, что я читал, никогда такого не было. Викинг – это пират. Но когда мы говорим об эпохе викингов в целом, это, конечно, историографический конструкт. Люди 8-11 веков сильно бы удивились, узнав, что они живут в эпоху викингов. Даже, наверное, бы очень обиделись, потому что викинг, повторяюсь, для скандинавов – это маргинал и неприятный человек. Жить в эпоху маргиналов – это отстой. Так вот, эпоха викингов, если посмотреть в целом, она строится из трех параметров. Первое, вот, естественно, исходя из того, что викинги – это пираты, это именно грабеж и пиратство. Второе – это торговля. И третье – это колонизация. Вот только из трех составляющих складывается настоящая эпоха викингов, которая вообще отделяет этот исторический феномен от всех других аналогичных, иногда очень похожих процессов, которые неоднократно происходили на планете Земля. Я вот в качестве примера привел Индонезию, очень похожая была история, но там не было грабежа, там была колонизация. Они культуру разносили, вот просто физически они вышли с лодочки, в руках культуры, они ее разнесли. Все. А тут было несколько иначе. Надеюсь, этот момент я ответил. Да. Дело в том, что Скандинавия – это очень ресурсообеспеченное место. В смысле наличие, например, своей железной руды, высококачественной. Они этой самой высококачественной рудой, пользуясь нейтральным статусом, торговали еще с Гитлером. Вот. То есть у них просто было откуда взять руду для того, чтобы на месте обучить свои кадры. Например, на Руси… Про уголь я помню, сейчас отвечу. Например, на Руси невозможно было это сделать, потому что у нас нет своей руды вообще. То есть у нас изготовление нормального железа из болотной руды – это чудовищные затраты. Чудовищные. И потратить эти затраты на эксперименты и обучение невозможно. Если мы говорим про производство высококачественного оружия, Скандинавы это сделать могли. Плюс у них вот так вот буквально через Датские проливы находится империя франков, а там Рейн. А на Рейне уже очень скоро заколосится, например, мастерская Ульберта, которая клепала мечи, как автомат Калашникова на Ижевском заводе. То есть были возможности, например, на Руси, таких возможностей просто не было. Из-за сложности коммуникации и малой ресурсообеспеченности. Уголь, естественно, добывали из дерева. Каковое? Дерево перевели на собственные кузнечные усилия в огромном количестве. Потому что, например, Исландия, да, угольные и корабельные усилия. Исландия, которую заселили в 9-10 веке, она лишилась лесного покрова вообще, потому что было изведено полностью. Дальше за деревом пришлось плыть в Америку. Потому что именно за деревом плыли в Америку викинги, в первую очередь, из Исландии. А у Японии совершенно другой калинкор. Потому что Япония, самое главное, не имеет угрозы снаружи. Тогда не имела угрозы снаружи. Никакой. И поэтому они могли позволить себе, имея очень серьезную обеспеченность жратвой, то есть рисом, столетиями тренироваться, добывать и обрабатывать сначала очень плохую, а потом все более хорошую крицу из железистого песка на границе Корейского пролива. Вот они его ковали, 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 ковали. Получилась адски дорогая, очень нетехнологичная катана, но она работала. Это ровно потому, что у японцев было время. И в Японии рисовое земледелие, там можно прокормить очень много людей. Да. Да, дело в том, что тут вопрос не в том, что случайно пошла селедка много и стал родиться овес. Много. Это же случайность. А эта случайность не может тронуть никаких вообще, сдвигов в принципе, когда у вас появляется технология, которая гарантирует, ну более-менее гарантирует, насколько это вообще возможно было в раннем средневековье, воспроизводство этого результата в поколениях, у вас в поколениях это воспроизводится, у вас все больше людей. Ну а человек – это продукт воспитания и обстоятельств. Воспитание у древних германцев было вполне специфическое. Ты родился, чтобы сдохнуть в бою, но это же воспитание ни о чем не говорит. Если у тебя есть еда, и тебе не нужно никуда идти, ты прекрасненько проживешь на своей земельке. Но как только обстоятельства добавляются к вашему воспитанию, а конкретно, что ты сдохнешь, но не в бою, а от голода, то ты говоришь, лучше попробовать зачехлиться героическим способом. Да. Да. Это отличный вопрос, потому что он отражает диалектику скандинавского общества. Потому что, вообще-то, если мы проследим самые ранние родовые саги, например, исландские, до поздних саг, которые записывали и писали еще в 11-12 веке, то мы увидим эволюцию викинга. Викинг, сначала, это стрёмный человек. Он для людей, которые остаются на берегу, это не их братан. Он потому что беспокойный. Но пока еще, знаешь, все-таки, да, это лихой ушкуйник, лихой такой Василий Буслаев. Его уважают, побаиваются, но уважают. А к 11 веку это просто разбойник, который очень неприятен даже своим. А... в 12 веке, поздние саги. Но викинг, это просто упырь, ублюдок. Он, ну, это просто изгой. Вообще, он не нужен. Он неприятен, не нужен. Это бандит просто. У него нету никакого позитивной нагрузки. Это то же самое, что было с термином берсеркер когда-то. Потому что берсеркеры это люди, изгои, из германских, древнегерманских племен. То есть, это люди, которые были слишком отморожены даже для древнегерманцев. И они где жили? Они жили при дворе князя, как правило, которые служили именно ему и жили только войной, потому что остальные германцы жили земледелием. Они могли пойти воевать в любую секунду. Они очень любили. Но это были крестьяне. А берсеркер это вот именно профессиональный воин-шаман. Изгой из общества, который пока еще обществу полезен. И вот, когда мы читаем саги родовые, настоящие исландские саги, даже уже эпохи викингов, мы там прям видим, что берсеркер это как раз тот самый отморозок, каким скоро через две средства станет сам викинг. То есть это бандит, негодяй, мерзавец, просто убийца, откровенно говоря, у которого нет позитивной функции. Это плохой, просто плохой человек. Прикиньте, плохой человек для викинга. Ну ты читай, например, сагу о Гретере. Пришел берсеркер, принялся всех кошмарить, стал грыщить, подошел Гретер, ударил в щит ногой и сломал ему челюсть. А золото не отдал. Девушка. Вот давно девушке не говорили ничего. Оу, еее. нет. Викинги по национальности были никем, потому что они не знали слова нация. По этнической принадлежности они были из племен данов, гаутов, свеев, возможно, англов, если мы говорим про совсем ранних викингов. данов, естественно, то есть это именно осколки древних северных германцев. Господи, я послышался вопрос от добывателя. Сага об эмблингах. К сожалению, я не помню конкретных имен, но в саге упоминалась ситуация, когда два брата, наследник короля, узнав о том, что он погиб, стали между собой сражаться за наследство. Один был вроде как в здании, другой упоминалась в саге из Гордарики. И он вроде как, это были его города, или он там правил, или как, он все это бросил, поехал сражаться со своим братом, победил и принял королевство. Правда ли в саге указано, что он правил этими городами, почему он тогда так легко от своего правления избавился? О, это кто спрашивал, сага об эмблингах, это сага, которая описывает до, запятая, до викингскую эпоху. Это пятый, начало шестого века нашей эры. То есть, потом была эпоха Венделя, и потом была викинская эпоха. Это просто, кто не понимает, вдруг. Вот сага об эмблингах, она об этом. Это было абсолютно нормально для вообще не только раннего средневековья, но и классического средневековья, и даже местами позднего средневековья, когда человек бросал все правление и полностью менял трудоустройство. Потому что там оказывалось, что у него уже есть какие-то дети, может быть, даже незаконные, и с ними очень, может быть, придется делиться. И вдруг HR предлагает трудоустройство года. И ты такой сразу идешь трудоустраиваться. Ну, вот судьба, например, Рюрика, Хрюрика Фресландского, Ютландского, она прямо об этом и говорит, что он работал долго в Голландии, а потом его пригласили покрышевать немного путезваряг в Греки, и он понял, там гораздо перспективнее. И если в Голландии Хрюрика Фресландского считают основателем государственности и княжеской династии, точно так же его считают и у нас. Он успел основать две княжеские династии. Нет, я говорю то, что пишется в учебниках у них там. Это факт, не факт, а факт, что они так это считают. А вот там был молодой человек раньше всех. Клим Александрович, добрый день. У меня вопрос. Убили ли какие-либо политические предпосылки совершения набегов викингами на Европу? И как их политика влияла на политику Европы в то время? Спасибо. А ну, как я и говорил, политика была простая. Там есть что взять. И они знают, что там есть чего взять еще со времен Римской империи, потому что там были их прадедушки. А для родового общества дистанция в 400 лет, например, это не дистанция вообще. Потому что там восемь раз прадедушка, так он жил, считай, вчера, потому что все эти сказания передаются из уст в уста, не искажаясь. И поэтому у них были точные сведения, где взять хороший навар. И вот они приезжают, а там нет Римской империи. Так все сложилось. Потому что там когда-то было сказано, что Римская империя, она страшная, сильная вообще-то, и если что, можно там так огрести. Вот. А это была их политика. Вначале эта политика была дисперсная, казуальная и случайная во многом. Поэтому она влияла на западноевропейскую политику очень сильно, но не планово. То есть плана повлияет на политику у викингов не было, они просто грабили. А потом уже была, когда они стали собирать армию и захватывать Англию, область датского права Ден Ло, Нормандию, которая отошла Рольфу-пешеходу, Сицилию-южную Италию, которая отошла Ружеру-Гискару, ну и так далее. Здравствуйте. Клим Александрович, какой позитивный опыт может изнечить современное общество во феномене викингов? Такое, что так делать не надо. Спасибо. Плохим быть плохо. Очень плохо. Клим Александрович, расскажите, пожалуйста, немножко про их алфавит, такой называемый футарк. Футарк. Во-во-во-во. Там действительно у них были, они пользовались им как письмом? Футарк был малый и футарк был большой. Футарк – это священный алфавит, который не использовался для передачи информации в повседневной жизни вообще. Потому что это священное знание. Это священное знание прекрасно ровно тем, что можно просто взять, написать все буквы футарка, положить их куда-то, и ты сам можешь написать из них войну и мир. Если сильно захочешь, пожалуйста. Там же уже все есть в этом алфавите. А и второй вопрос. Ну, понятно, что органика до нашего времени не дошла, но в теории какие-нибудь упоминания про татуировки у викингов что-то есть? И опять же, футарк. Мы же писали себе какие-то рунные слова, чтобы там левый панч заходил лучше. У нас, во-первых, татуировками все очень сильно сложно, потому что викинги страшно любили сжигать своих покойников. А когда покойника сжигают, обычно кожный покров превращается в нечто неудобоваримое. И поэтому мы не знаем точно, были у них татуировки, не были. Ну, вообще, они известны с каменного века, поэтому, наверное, были. Так нет, еще раз говорю, да? А как же и был подлан описание, то, что и татуированы? Я говорю о том, что они наверняка были, но мы физически находок не имеем. Из-за пагубного этого самого пристрастия все сжигать. Вот что было не делать, как на Кавказе? В герметичный каменный гроб. И еще и раствором запаять, чтобы нам нормальный викинг достался. так, а что еще? Засолить, вот, отлично, да. Ну, кто-нибудь, Антон, сделай что-нибудь ужасное. Да. Можно такой вопрос. Вот на завоеванных территориях нередко викинги принимали религию тех людей, которых они завоевывали. Ну, чтобы скрепить там союз, дружбу, все в этом духе. Но ведь это же предательство Одина. Как к этому относились в обществе? Или это чисто была формальность для галочки? Нет, я это же, если посмотреть, например, на массу, огромную массу примитивных племен, которые были хорошо описаны еще в 19 веке, многие из которых живы до сих пор, у них религия территориально привязанная. То есть, они, в самом деле, может быть, тысячелетиями живут на одном месте, и там эти боги действуют. Но ты точно знаешь, что вот там ты просто общаешься с этими людьми постоянно, ты знаешь, что боги у них немного другие. Значит, там действуют другие боги. И вот ты сел на корабль и приплыл в какое-то место, где живут люди, которые молятся, и тоже очень давно другим богам, и ты понимаешь, что твои боги там остались, а тут Аллах сильнее Одина гораздо. Поэтому я предлагаю всем вместе принять ислам довольно быстро. как только ты возвращаешься домой, ну уже Аллах не достанет, а Один, да. Клим Саныч, вы неоднократно упоминали сагу об Ингенде, но это же не единственное упоминание викингов. Может быть, у вас есть какие-то любимые байки о викингах, так сказать? Ой, у меня масса любимых байк о викингах. За последнее время у меня любимая байка о викингах готическая басня, которая называется сага о Сигурде крестоносце. Это когда парни поехали уже не бывшими викингами в крестовый поход, как они думали первый. К тому времени первый крестовый поход уже закончился, но не опознали сильно в своей Норвегии. Собрались, поехали, приехали, напинали всем так чудовищно, просто, они каких-то арабских пиратов на Балиарских островах всех сожгли, случайно ограбили Испанию, потом вернулись в Испанию уже со словами может вы нам просто все сами отдадите, и они говорят, мы поняли, мы думали вы не викинги, а вы все-таки викинги, забирайте все, что надо и просто уплывайте. И так они постепенно доехали до Святой Земли и там еще раз арабам раздали чудовищных. Так вот, эта сага написана о событиях начала 12 века, то есть там 1103 какие-то годы, то есть о временах, когда Скандинавия уже в своей верхушке точно была железно христианизирована, а записывали ее вообще в 13 веке, когда уже точно понятно было, что там с христианством происходит, но когда ты читаешь висы, которые там написаны, а скальдическая поэзия не подразумевает искажения, то есть вису можно написать или правильно, или никак. Вариантов никаких, размер не позволит ее исказить. Там прямо, я сейчас не процитирую, но смысл такой, когда арабов там били на Болярских островах, там прямо написано, что мы сыны Христа заодено с помощью валькирии сейчас вам всем вломим. Так, давайте еще три вопросика, и мне нужно будет перейти к презентации книжки. Клим Александрович, здравствуйте. Вы рассказывали о том, что викинги вырубили леса в Исландии, были ли у них стапели, корабли строительные мастерские, может базы какие-то, от которых они отправлялись на лед здесь, в наших славянских и финно-укровских лесах. Ой, такие ой-вэй, чтобы построить дракар, верфь какая-то гигантская вообще не нужна. Может сухой док. Это вообще-то корабельный сарай называется, это просто строится длинный дом без пола, который выходит в море. Туда затаскивается нужное количество дерева, которое уже подготовлено к использованию, там его собирают и просто выпинывают в море, поехал следующий. Это просто сарай, все. Это же не авианосец. Второй вопрос. Клин Александрович, выбери сам, пожалуйста, я не возьму такую ответственность из себя, тыкни пальцы. Это не я выбираю, это вот Антон выбирает, он у нас тамада. Ну и еще один в задний ряд потом. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос про реакцию Западной Европы на вот эти набеги, то есть к ним неоднократно с определенной систематикой приезжают какие-то утырки и начинают их грабить. И делают это, ну не 10, не 15, не 20 лет, делают это долго. И они как вот вообще не реагируют на это, не строят какие-то укрепления, не пытаются скопировать оружие, что-то вот так, чтобы противопоставить что-то. Вопрос понял. Оружие не они копируют у них, а у тырки копируют у Западной Европы оружие. Вот в чем дело. Тут проблема в том, что это феодальная эпоха, которая не способна к долговременным экономическим усилиям вообще. А как ты прикажешь защитить, например, побережье Франции от северной части Нормандии до Марселя. Это же тысячи километров. То есть феодальная эпоха не способна построить линии укреплений такого размера и там содержать контингенты. Викингам стало возможно сопротивляться только тогда, когда появилось нормальное рыцарское войско на конях, которое очень быстро и мобильно может переместиться туда, где есть угроза. А как выяснилось, даже очень хорошая викингская пехота против рыцарей не сильно в поле помогает. То есть их просто начали регулярно вытаптывать. И последний такой вытапт это было сражение при Гастингсе, когда не сразу, но все-таки пускай не с помощью еще настоящей рыцарской конницы, но все-таки Гийом бастард вытоптал войска Харальда Годвинсона при Гастингсе в 1066 году. Вот, это был прямо характерный пример состязания викингского типа пехоты, очень хорошей, кстати, пехоты и рыцарской конницы раннего типа. Рыцарская конница раннего типа оказалась лучше. И последний. Клин Саныч, во-первых, спасибо за лекцию, и во-вторых, как все-таки полюбить эпоху викингов? А я вот этим как раз хотел закончить. И благодаря твоему вопросу закончу. двумя способами можно полюбить эпоху викингов. Первый способ, это способ, который применили к Рольфу пешеходу. А именно, побоялись, побоялись, а потом говорят, знаешь что, Рольф, забирай-ка Нормандию и просто будешь тут жить и защищать нас от таких же, как твои друзья дебилы. А второй способ, это жить на Руси. на Руси сразу делается гораздо легче, потому что они сюда приезжают, они довольно прикольные, кстати, довольно лихие, вон, посмотрите на Антона, вот такие вот, да. У них такие мечи замечательные, и ты им говоришь, слушай, давай-ка я тебя с твоими всеми вместе мечами и всем прочим перевезу из точки А в точку Б, а ты потом со мной добычей поделишься, он говорит, давай. все. Так, последнее объявление, для чего я вас тут собрал и всех рад страшно видеть. Писал я, писал, писал я, писал, помимо всяких своих унылых студий, и дописал я вот очередную свою по счету получать седьмую художественную книжку «Опасные земли», она толстая, вот такая вот. А? Я, правда, все равно не услышал, ну ладно. Картинок пока нет, это будет в следующем подарочном издании. Сейчас я на все отвечу. Аудиоверсию, кто слушает аудиокнижки постоянно, возможно, вы слышали такое имя, фамилию Кирилл Головин. Вот он ее озвучил, я ее уже оттестировал, это очень круто на самом деле, он большой молодец, там с музыкой и всеми делами. Но это будет чуть позже, пока мы еще это не продвинули. А вот бумажная книжка уже готова, и ее можно купить и подписать даже будет вот тут автограф. Про что законно эта книжка, которая рассказывает про приключения современного антиквара в Петербурге 21 века и бургундского рыцаря и его товарищей в 15 веке. В конце они должны встретиться. Я долго хотел написать книгу про попаданцев без попаданцев. Вот тут ни одного попаданца, но все в конце концов окажутся в Бургундии 15 века с большими проблемами. Там большое количество драк, всякой разной истории, ни одной бабы нет вообще. Это для меня страшно необычно, потому что когда я, помню, писал космическую оперу, у меня там даже был секс в кабине космического истребителя. А вот тут, а вот тут, в смысле не у меня, а у них. а тут даже женщин нет почти совсем. Не то, что секса. Словом, она толстая, тут 700 страниц, хватит дня на три почитать. Короче, книжка хорошая, надеюсь. да. Возможно. Возможно. Не, ну, что-то накатило, вот нет секса в этой книжке, все. Так что, если вдруг кто-нибудь хочет приобрести, приобретайте, подписать автограф, подписуйте. Если еще есть вопросы, я вот пока тут сижу. Я по-быстрому скажу, приобретайте туда, подписывайте сюда, но в порядке, живой очереди. И пока, Клим Саныч, я думаю, может мы еще минут 10 поотвечаем на вопросы, а потом... Да, 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 еще минут 10 спокойно поотвечаем на вопросы. Да, дорогие друзья. Антон, по поводу процедурного... Да, я вот первый раз... Вот стол лучше будет поставить передо мной. Ребят, помогите, пожалуйста. Процедурный момент, давайте я сразу расскажу. Выстраиваемся в очередь по одному, встаем перед этим прекрасным молодым человеком зеленым, берем книжечку, потом, не все так просто, по одному, по одному проходим к Клим Санычу, пожимаем ему руку, благодарим сердечно и прыгаем дальше с бортика нашего бугоугодного места. Я чувствую вопросы что-то как-то очень быстро кончились, Клим Саныч. Нет, не кончились? А, нет, вопросы не кончились еще. Рассказывайте вопросы. Друзья, все, кто хочет задать вопросы, берите микрофон, чтобы слышали все. Вот. Такой вопрос, а какую роль сыграла религия в становлении викингов? Огромную роль сыграла. Слушайте, Антон, а у нас не будет маркера? О, спасибо, отлично. Я могу написать только фамилию, потому что иначе мы с вами отсюда никогда не уйдем. заходите все по очереди, не ждите. То, что я говорю, это не значит, что я не могу писать. Антон, дай мне ручку, пожалуйста, или маркер какой-нибудь. Да. Простите, пожалуйста, вот вопрос хотел задать. Может быть, он небольшой местечковый, с одной стороны, с другой стороны, относится к развитию нашей протогосударственности, можно сказать, в контексте с викингами, с норманнами, да? Мы знаем, во-первых, что путь из Варяг в Греки, он пролегал и из Финского залива через реку Нева в Ладожское озеро, да? И через Воксу в Ладожское озеро. Они были равнозначны или нет? Это первый вопрос. Еще скажу, что он проходил через Западную Двину, через Полоцк точно так же, например. Равнозначны они были? Равнозначны. Равнозначны, да. И еще, вот мы знаем, что были огромные попытки, их было очень много, и успешные, и неуспешные, захватить земли Карельского перешейка шведами, шведами. Являются ли шведами такими же, в общем, норманнами, как и все остальные, и у них с Рюриком и, скажем так, Руссио были... Понял, понял вопрос, понял, понял вопрос. Нет, конечно, шведы никакими викингами уже к тому времени не являлись, они были, они были, скорее, их далекие успешные потомки, ну или не очень успешные. Еще вопросы? Нет? Ой, сколько вопросов, сразу появилось, классно. Клим Саныч, вот раз уж вы говорите, викинги для самих норманов являлись что-то вроде маргиналов, можно ли провести аналогию, что саги про викингов для самих норманов это что-то вроде для нас как блатные песни, там, про романтику уголовной жизни? Ну это, смотря для кого, потому что, например, исландцы, они же были плоть от плоти этих отморозков жутких, поэтому для них это были именно родовые саги, для них это, конечно, не была никакая блатная романтика, а я думаю, что где-то в начале 11 века для нормального шведа, конечно, это было что-нибудь типа как про Джонни Диллинджера кино. Ну, с той лишь разницей, что это все-таки не совсем Джонни Диллинджер, а твой далекий троюродный прадед, только с той стороны. Вопрос про материальную культуру. Почему в сравнении с вендельской эпохой вся снаряга викингов выглядит, ну, более спартанской? У венделей как-то наряднее было. Это потому, что эпоха венделя это эпоха все-таки еще королевская, когда у тебя один вождь, конунг, крышевал довольно большую территорию, с которой получал прибыли и мог позволить себе супер роскошное снаряжение. А эпоха викингов это все-таки в своем начале эпоха бондов. Или морских конунгов. Крошечные территории, которые просто физически не могли позволить себе такого рода экономические усилия. Клим Александрович, я тебя спрошу. Да. Где шлемы, Лебовские? Спасибо. 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 Куда дели все шлемы на эпоху викингов? Мой любимый вопрос. Так они же дорогущие были, их просто не клали в захоронение. А почему на Венделе много? А потому что на Венделе они были еще богаче. Ну вот. Поэтому, ох, хороший прохрюк. Грамотный. Клим Александрович, добрый день. У меня вот вопрос. Вот западные феодалы, к ним приходят, их грабят. У них есть под одно население у этих феодалов. Наверняка от них поступали жалобы. Эти жалобы имели какой-то там вес, там были какие-нибудь у них, не знаю, там восстания против своих феодалов. Потому что к ним приезжают, их грабят, а их защитники их не защищают. Вот. Это имело их, так сказать, голос вес какой-то. Дело в том, что в это время эпоха феодализма в полном смысле слова еще не до конца установилась. Она только устанавливалась. И викинги были одними из тех, кто ее подтолкнул к окончательному установлению. То есть, типа, ты не хочешь, чтобы тебя сейчас это самое того в гудок и потом продали в рабство. Плати деньги. Ну, то есть, в смысле, становись крепостным. То есть, в гудок крепостным, в гудок крепостным. Так, нет. Клим Саныч, у меня не вопрос, у меня предложение. Я занимаюсь альпинизмом, промышленным альпинизмом. И, нет, я насчет гомотрона, конкретнее стены волшебной. Да, о, интересно, интересно. Я бы много что мог про нее рассказать и про то, как в нее залезать. Великолепно. Для этого мне нужен собеседник, чтобы писать ролик. Забредай. Будет интересно. Спин-офф гомотрона будет. Давай, давай, давай. Здравствуйте, Клим Александрович. Вопрос. Да, да. про юриспруденцию. Ближе? Нет. Про юриспруденцию у викингов. Когда я читал сагу об Эгеле, там есть момент, когда Эгель заколол хозяина, у которого он остался по гости, из-за того, что хозяин зажал алкоголь и подал кислого молока к столу. Вот. Потому что, как ты мог заметить, исходя из прочитанного, Эгель же был отмороженный. Отмороженный. Это был настоящий именно в полном смысле берсеркер. Конечно, можно. Так он же умер. Нет, ну, опять же, у него судьба была умереть, потому что это был такой прям настоящий вот сын Одина. У него судьба очень похожа. Ну, вообще, облик очень похожий на главного героя о саге Остаркаде. Это прямо конкретно человек одинического сложения. Это отморозок жуткий вообще. Это человек, который опоздал родиться. Ему нужно было родиться в первом веке до нашей эры. Добрый день, Клим Александрович. А вот эта вот негативизация викингов, она произошла под влиянием христианской культуры или был какой-то экономический базис? Она произошла ровно потому, что викинская территория перестала быть заинтересована в самих викингах. Потому что, как только они стали собирать эти огромные армии, появился король, а короли у викинги не нужны, ему подданные нужны. Какой из викингов к чертовой матери подданный? Он на корабль спрыгнет и уплывет. Клим Александрович, приятного аппетита. А в следующий раз ограбит он очень может быть именно тебя, короля. Поэтому нужно его придавить. В том числе и методами идеологии. Вопрос от гостей? Да. Точнее, вы озвучили, что есть такое понимание, что викингов не было письменности. Ну, то есть фруны использовались чисто в актуальных целях. А как это обнаружили? Как это доказали? Так просто огромное количество надписей, которые есть на футарке, а их просто реально исполинское количество. Они все имеют характер. Или это просто набор букв, или там написано Олаф и Рольф были здесь. Да. Здравствуйте, Клим Александрович. У меня небольшой вопрос. Вот в своей лекции вы говорили, что банды викингов нередко объединялись. А они могли воевать друг с другом? Постоянно. Например, читаем о битве при Свельде. Я в свое время по этому поводу огромный ролик записал. Про хрюк несерьезный. Ну, собственно, Олафа Трюгвасона грохнули его же брутаны и викинги в итоге. Это было сражение одной викинской банды с другой. Ну, очень больших, правда, банд. Клим Александрович, я хочу все-таки уточнить. Заходим, заходим, парни, не тормозим там. Заходим. Папе Скандинаву было сильно дешевле снарядить дракар и морщинский коллектив, который снаряжен стальным, весьма дорогостоящим снаряжением, и отправить его неизвестно куда в мифологические земли. Если еще можно было бы, он бы еще и тещу туда засплавил. На смерть и на смерть от стали или от кровавого поноса. И он все равно отправлял. Конечно. не выходило. Да, давай. Это ровно потому, что по мнению германца, ты же не умираешь. Если ты если ты умираешь с мечом в руках, то ты же отправляешься в лучшие из миров. А это уж давай сам разбирайся, дорогой сынок. Я где-то читал интересную версию о том, что Один это вообще бог вот этих отморозков. Да, да, да. И то, что это юный бог на самом деле. это самый молодой из богов. Собственно говоря, я же по этому поводу записал довольно длинный из каждого десяти роликов цикл, который называется у меня на канале «Религия древних германцев». И Один-то как раз это юный бог, который один из очень сильно немногих не имеет прямого прототипа в проиндо-германском пантеоне. «Религия древних германцев». Судя по всему, вот те самые парни, которые назывались племенем Хайриев у Тацита, это Энхерии. Это, судя по всему, в первом веке нашей или, возможно, до нашей эры первые были настоящие Одинопоклонники. Климсон, еще один вопросик. Подскажите, пожалуйста, вот викинги часто бегали в набег, захватывая рабов. Понятно, что они многих использовали для собственных нужд, но они же их и продавали. А какие есть исследования по объемам работорговли в эпоху викингов? На самом деле, вот сейчас только что сегодня же выступал Слава Кулешов. У него со мной есть очень хороший ролик, можно его поискать у меня на канале и найти. Зовут его Кулешов. Там Жуков Кулешов. У него самые свежие данные, которые говорят о размере, хотя бы предположительном, рамочном, раннесредневеково викингской работорговли. И по факту выходит, что у них главный экспортный элемент, который они экспортировали с территории Руси, это были именно рабы. Все остальное, все остальное было сугубо вспомогательным. Первое, это были именно рабы. Рабы. На кораблях, в смысле, как? Есть очень хорошая фраза, то, что в археологии рабы очень плохо сохраняются, поэтому статистику очень сложно показать. Добрый день, Клим Александрович, в одном из своих докладов вы упомянули, что следы как бы викингов были найдены даже в Южной Америке. Это какой-то был единичный случай или в промышленном масштабе там эти следы находились? Я говорю о том, что говорят, я лично этих публикаций не читал, но якобы были найдены рунные камни даже в Южной Америке. Я про это ничего не знаю достоверно. Я специально оговорился, говорят. О, солдат императора, мой дебют. Смотри-ка ты, солдат императора потолще будет. Жим Саныч, вопрос. Если викинги знали о Римской империи, а Римская империя наверняка знала о викингах, почему тогда Скандинавия не стала колонией Римской империи? Дело в том, что... Хорошо. Дело в том, что туда идти было очень далеко, потому что для Европы Скандинавия, это Тацт еще об этом пишет, она была островом. Они думали, что это остров, чтобы доплыть туда, нужно было очень серьезный флот. Где? Ну, караул где? Если бы они жили где-нибудь в районе хотя бы Англии, конечно бы их римляне завоевали давным-давно. Потому что она ближе. Она через дорогу, то есть через Ла-Манш, от Галии это близко и удобно, и там есть что взять. А что брать с этих? Кого? Овец? Ну, опять же, что у них много хорошей руды, римляне тогда не знали, но и за рудой они бы не поплыли. У них было свои руды, вот так у римлян. Клим Александрович, подскажите, пожалуйста, вот если мы сравним, например, племена древних германцев и кельтские племена, то вот, например, у кельтских у них как бы более развита была металлургия, там хамату слезали, там шлемы слезали и так далее. Фиты слезали, мечи слезали, собственно, слезали все. А германцы, у них как бы было более простое оружие, но при этом они как бы сражались более организованно. Вот такой вопрос. Они не сражались более организованно, они сражались точно так же. И, кстати говоря, вся основная металлургическая культура древних германцев это та же самая абсолютно латенская археологическая культура, которая от кельтской отличается ничем. У них было более простое украшательство, это да, потому что, потому что, большой привет, потому что кельтские украшения конечно гораздо богаче, чем германские. А оружие то же самое. Справедливо ли говорить, что экспансия римлян остановилась на Германии, или это все-таки преувеличение? Экспансия римлян фактически остановилась на Германии, потому что, с одной стороны, там было нечего взять, с другой стороны, очень сильно били. И, то есть, если бы римляне реально хотели, нет, если бы они реально хотели, после Тевтобурского леса совсем через немного времени была битва при Эдистовизо, где тех же самых людей отмудохали так, что они потом это кровью харкали. Но, самое главное, а зачем их бить-то? Ради чего? Потому что римляне кого-то били ради ресурсов и рабов. А какие у германцев ресурсы? Янтарь, это не смешно, а рабы из германцев никакие. Там нужно каждому три человека сторожей. Да. Клим Александрович, а по Средиземноморию викинги вообще путешествовали или такие спорадические были? О, еще как! Если мы посмотрим на все время вообще, там, самое любимое путешествие, это когда из Новгорода русцы приехали грабить Севилью. И пели, наверное, потом от Севильи до Гренады в темном сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей. Клим Александрович, есть такой товарищ, Андрей Лосев, широко известный в узких кругах музыкант из группы Алконост. У него было партийное задание от общественности сфотографироваться с вами и с Дим Юричем. Но дело в том, что он у него как раз, он сейчас на сцене выступает, на большой. Вот я ему обещал, что я постараюсь вас затержать. Вы до скольки здесь примерно? Антон, скажи, я не знаю. Такие вопросы задаются в частном порядке, а не по микрофону. Я не... Я сам тебя угощу, если что. Я к тому, что если я выпью со всеми желающими, я прямо отсюда иду в больницу. А серьезные вопросы еще есть какие-то научные? Да. Клим Саныч, а вот известно, что вот есть как бы две теории происхождения рюриков. Это нормандская и ломоносовская. Ломоносовская теория не существует. Это историографический курьез, который уже в 18 веке серьезными историками в принципе не рассматривался, потому что это ну бред. То есть это нордское происхождение имеют рюрики? Да нет, но ломоносовская теория это ахинея, реально. Потому что это человек, который говорил, что они происходят от роксолан. От каких роксолан? От чего? Это же кочевники вот эти сармады. Ну только проблема в том, что они закончились тогда, когда славяне еще не начинались. Вот еще вся проблема. Клим Саныч, какова была специфика социальной статусности у викингов? Что им было важнее? Острый меч или самый большой щит? Это вы должны. Ну, к 23 приеду потом. После 23. Спасибо. Рад видеть. Самое главное большое копье, если что. Потому что копье это символ Одина. Фромея. Нет, ферму они очень хотели все. Потому что от Фромеи зависит ферма потом. Это так всегда. Да, это вообще работает только так. На самом деле были же два бога, у которых был символ копье. Это Один, а второй кто? В смысле первый. Это Марс. Он же Орес. Потому что у Марса, у римлян, например, не было храма очень долго. Века и века долгие. А знаешь, что у него был храм? Марсово поле. А копье посреди поля втыкали и вот все. Поле делалось Марсово сразу. К слову, вопрос. Есть традиция, раскопки были, вот он ты, копье вниз. У германцев это продолжение этой традиции? Это шестой век, если я не ошибаюсь? Безусловно. Это же все эти германцы, они кто? Они же индоевропейцы. А у индоевропейцев эта религиозная традиция настолько схожая. Давай, давай. Хорошо. А вот он ты меч, когда они в захоронение втыкали. Туда же? Это очень похоже на то. Это окончание, что называется, воинского труда и оплодотворения земли. Поколение земли. А вот насколько сильно германская мифология повлияла на скандинавскую, точнее, на славянскую, потому что там же были, например, Хильхейм, который перешел уже в ад, вот современное название. Хильхейм в ад ни в коем случае не перешел, потому что ад происходит из поздней иудейской авраамической религии. А именно иудество славянское. Ни у славян, ни вообще ни у каких индоевропейцев нет представления о посмертном воздаянии за грехи. Вообще не существует. Это чисто авраамическая штука, причем поздняя, повторяюсь. Потому что кто там у них в условные рай попадал к Одину? Попадала законченная мразота, вообще-то, которая жила очень плохо. Но при этом очень весело. Да, Рома Кока-Кола. Клим Александрович, вопрос. Женщина на Дракаре. Насколько это было часто и к этому относились? Они же катались аж до Америки. Они во время колонизационных усилий перевозили девчонок тоже, конечно. А вот это видимо если имело место, то один случай на миллион. Учитывая, что всех скандинавов было меньше миллиона, то и случаев было тоже меньше. Я вставлю себе копейку, почитайте про принцессу из Бирки. Но правда считается, что там перемешаны кости, и я думаю, что скоро вы об этом узнаете. Нет, оно, конечно, это перемешанные кости, скорее всего. Клим Александрович, вопрос относительно пива. А был ли у викингов в походе сухой закон? Не можно вообще, это невозможно было сделать даже в 19 веке. Почему? Потому что у них не было холодильников и вода тухла, поэтому они постоянно вынуждены были потреблять алкоголь все время. Как не пираты, как на корабле Викторе при Нельсоне, там была дача Рома каждодневная, иначе ты заболеешь дизентерией и заразишь друзей. Поэтому бухай и не выступай. Нет, они же просто пили эту штуку. Клим Александрович, еще вопрос немножко уже про славян. Как вообще происходили взаимоотношения творческих коллективов викингов, которые уже ассимилировались на наших землях, и новоприбывших, которые явно не собирались закончиться. Так, судя по всему, с трудом. Помнишь историю, когда выгнали варягов, не дашая им Дани? Это, судя по всему, как раз выгнали тех варягов, которые пришли заново. В повести временных лет. Помнишь, да? До истории 862 года призвания новых варягов. видимо, творческие коллективы скандинавов, которые жили здесь давно, с начала восьмого века, вместе со славянами из Старой Ладоги выперли каких-то новых пришедших туда, непонятно каких-то варягов. И позвали потом Рюрика, чтобы он спас их от мести. Это чистой воды, конечно, конечно. Это чистой воды интерпретация, я бы даже сказал, билетристика. Но чисто логически оно по-другому и происходить не могло. Вот есть скандинавы, наши собственные, которые живут тут лет 200 уже. Причем именно, что живут, об этом нам говорит археология, это не я придумал. И их, судя по всему, конечно, можно. И их, судя по всему, никто и не выгонял. Но ведь летопись пишет о каком-то изгнании, то есть, видимо, был конфликт с какими-то сторонними пришельцами. Это кто занимался в 90-е годы бизнесом, знает, как опасно неправильно выбрать крышу. Значит, вопросик не особо именно Скандинавии, но по истории. Вот у Бориса Юлина мнение касательно пятичленки классической. У него мнение такое, что, в принципе, существует две формации, рентная, по сути, и капиталистическая сама по себе. Как вы относитесь к этой позиции? Я отношусь резко негативно, потому что Борис Юлин делает строго формально логический вывод, не применяя вообще диалектической логики. Потому что говорить о признаковом определении той или иной формации дело бесполезное. А именно этим мой друг Борис и занимается. Категорически я с ним не согласен. Я с ним об этом уже спорил лет десять. Но дело это бесполезное, потому что дело в том, что ни с кем невозможно спорить, если у тебя уже сформированное мнение есть. Я могу обспориться. для этого нужно, чтобы Борис написал книжку. Я ее мог прочитать и по пунктам потом написать свою книжку. Вот тогда толк будет. Пока он говорит, и я говорю, это бесполезно. Бери микрофон и задавай. У меня к вам вопрос. Вот вы рассказываете. про то, что вот они завоевывают всех, но вы мало на самом деле рассказали про быт. Я и вообще не говорил про быт. Но вот немножечко можете рассказать про быт викингов на своих землях. Спасибо. Я бы не мог об этом рассказать, потому что это нужно еще часа два, только чтобы в общих чертах в самых маленьких. А меня нет. Если бы ты пришел сегодня в 12 утра и послушал мою лекцию, она была бы далеко посвящена. Я помню, я захожу, а Антон тут размахивает мечом, интересно говорит. Я даже послушал. Клим Александрович, добрый день. Рад вас видеть. Я хотел бы задать вопрос по продолжению вот этой нормандской теории. Всплывает где-то в альтернативных источниках, что был какой-то буревой, был какой-то гостомысл, и вот они все были новгородские князья, у которых была дочь, у которой был сын, который, собственно, и был Рюриком. Насколько это правда, насколько этому можно доверять? Все это появилось в источниках не ранее 15 века вообще. Это было правда для людей 15 века на конкретной территории. Они об этом так думали, но это новодел, если мы будем говорить об источниках, которые максимально близко прилежат к временам так называемого призвания варягов. Заходите, друзья, не толпите. заключительный, наверное, вопрос. А как вы оцениваете влияние эпохи викингов, морских разбойников на ход человеческой истории, на скорость эволюции технологий? Это огромное влияние на самом деле, потому что викинги, как, например, кочевники в степи, они явились не только грабителями или, например, торговцами, но еще и переносчиками культурных влияний, как максимально мобильная сила, потому что кто мог себе позволить, прикинь, в 10 веке за одну жизнь побывать в Багдаде, в Новгороде, в Париже, в Лондоне, ну, короче, просто увидеть мир. Они переносили знания с собой, это был огромный, колоссальный вклад, потому что если бы не викинги, не было бы крестовых походов, например. Я терпеть не могу классификацию Гумилевой, подобную терминологию не использую никогда. Еще. Клим Александрович, подскажите, пожалуйста, что послужило трансформацией отношения от скандинавских авантюристов к отчаянным мерзавцам? Слава Богу, что не к интриганам. Я вопроса не понял. Еще раз. Имеется в виду, что в начале было романтизированное отношение к викингам, а уже к одиннадцатому, двенадцатому веках они были как отребья. Так, во-первых, романтизации не могло быть по простой причине, что они не знали, что такое романтизм. Они имели пользу в девятом веке, в восьмом веке, они имели пользу для общества, а в одиннадцатом уже нет. Они имели пользу, возможно, только для себя. Хотелось бы пару слов ваших услышать насчет арконы. То есть, с одной стороны, это какое-то неоязыческое место силы, а с другой стороны, какой-то обычный город, а те, кто там живут, германцы современные, говорят, у нас там, где вы описываете мифический город Славяно-аркона, уже и нет ничего. Хотелось бы узнать исторический взгляд на вот эти аркона языческие памятники. Мы знаем об этом в основном из магистра церкви Адама Бребенского, например, из его записок, но там, конечно, большие проблемы с интерпретацией, прям огромные. Можно. А можно, пока я пользуюсь случаем, напомню, что ответы на вопросы, которые вы задаете, во многом вы можете услышать завтра и послезавтра, во время лекции огромного количества. Подойдите, узнаете расписание, потому что много-много еще у нас впереди. Валерий Александрович все, конечно, расскажет, безусловно, но отдайте. Да, приберегите, кстати говоря, свои вопросы еще кому-нибудь. Я сейчас более того, что я вам говорю, сказать не готов, потому что об этом нужно будет говорить слишком долго. Это в двух словах не опишешь. Ну, по крайней мере, я не опишу в двух словах. Спасибо за лекцию. Вот вопрос такой. Сегодня говорили о том, что викинги, когда приходили в другие страны с другой религией, они ее там принимали. А вот как обстояли дела со славянским язычеством и не прослеживалось ли каких-то взаимных влияний язычества скандинавского и язычества славянского? Дело в том, что на нашей территории скандинавы были в страшном меньшинстве и поэтому они довольно сильно ассимилировались. Пожалуйста, быстрее. Там еще очень много людей. Дело не в этом. Мы просто не уйдем отсюда. Вот там... Проходите, пожалуйста. Да. Славяне ассимилировали скандинавов. Очень сильно ассимилировали. Но при этом в любом случае долгое время, конечно, по историческим меркам очень малое время, эта самая прослойка была довольно замкнутой. Тем не менее, мы уже в Гнездово постоянно наблюдаем захоронения смешанного типа, которые преобладают над моноэтничными захоронениями. Да, да, да. Леонид Александрович, вы упоминали, что викинги представлялись христианами, чтобы не платить пошлину за неправоверных. А откуда они узнали о христианстве? То есть, это было... Потому что они с христианами рядом жили. Потом, когда они узнали, кто такие мусульмане, они точно так же мусульманами представлялись. Но это было уже позже. С франками они постоянно контактировали. Нон-стоп. Синизация Германии и там франки, опять же, чуть пральше. Летно так на 400. Можно вопрос не про викингов, а про древних славян? Да. Смотрите, древнеславянство у вас на ютубе это шестой век, седьмой век, вот это вот... Четвертый, пятый? У меня вопрос по поводу антов. Это славяне или не славяне? Потому что кто-то их относит. Анты, анты, склавины, скорее всего, это как раз вот эти вот непосредственные предки славян или же уже славяне. То есть славяне? Я же сказал, скорее всего, это... Значит, вопросов уже нет. Скорее всего, точнее я сказать не могу. Это было очень давно, а учитывая, что славяне тогда не умели писать, мы по этому поводу не имеем объективных данных. Но склавины, склавины, которые склавины, вот они, скорее всего, уже были именно настоящие славяне. Я дополню вопрос, просто анты относятся к пеньковской культуре, а славяне... Кто так сказал, что они относятся к пеньковской культуре? Это такой вопрос, относятся ли они к пеньковской культуре и вообще идентификация летописных настолько древних культур, которые упомянуты в источнике, и археологической культуры, это огромная проблема, колоссальная. То есть все покрыто туманной войны? Потому что, например, мы смотрим на каких-нибудь Радимичей в куда более позднее время, в повести временных лет, и там довольно точно указано на реалах расселения, но вообще-то он очень сильно перемешивается с археологическими ареалами совершенно других культур. И мы сейчас однозначно не можем сказать, так это или не так, потому что эти парни не знали географической карты. И это самое главное. Скажите, пожалуйста, про то, что викини называли Древнюю Русь страной городов. Если да, то почему? Они не называли Древнюю Русь страной городов никогда. Они ее называли гардр. А гардр это значит страна заборов. Точнее, заборы, если быть точным. Гарда это ограда. Гардр ограды. Они приехали в местность, где было некоторое количество огороженных поселений. Термин гардрикки, то есть именно города, он появляется только в 11 веке, причем в второй половине. Тогда, когда на Руси уже в самом деле было до хрена городов. В полном смысле слова. В том числе Ирюньково городище, да? Ну он же будущий Новгород, да. Простите, пожалуйста, еще один вопрос задам. Мы знаем, что когда варяги приходили на нашу землю, они на месте славянских поселений основывали свои крепости, например, Ладога. Были ли города, которые на нашей земле основаны варягами и города выросли именно варяжские, не на славянской основе? Ну, во-первых, старая Ладога не основана варягами как крепость. Она основана как торгово-ремесленная фактория. Потому что восьмой век, там нет крепости, но там уже есть однозначные следы торгово-ремесленного поселения. и да, все, абсолютно все, что есть скандинавского здесь в смысле больших долговременных поселений, оно имеет под собой или славянское, или финно-угорское предшествование. Всегда. Потому что куда ехали варяги? Ну, в смысле, не варяги, а скандинавы. Они ехали куда? В выгодное место. А на выгодном месте уже давно, лет пятьсот сидели свои люди. Клим Александрович, а когда фиксируются первые письменные источники, я вспоминал? Первые в полном смысле письменные, но так это после христианизации только. То есть это одиннадцатый и позже. Всегда так, да. Потому что рунические записи у северных германцев известно точно с первого века нашей эры. Точно. Но это надпись на копье «Меня зовут Муха», например. Сейчас, секундочку, техническая заменочка, простите. Футарк? Нет, футарк у них был сильно раньше. Они его взяли на основе латинского алфавита. Это все было очень задолго до христианизации даже римской империи и более того до изобретения христианства как такового. Потому что если мы говорим про первый век до нашей эры, мы же понимаем, что это уже совсем нет, не христианство. Александр, мне тут сказали, что я заработал. Да. вот это я понимаю. Еще вопросы? Давай, давай. Так, еще есть какие-нибудь эти вот самые книжки, подписать, фотографии, сфотографировать? вопрос. А вот само слово викинах все-таки это род деятельности или так человека можно было назвать? Это половая ориентация. Клим Александрович, скажите, пожалуйста, а не планируете вы или вы записать ролик про крестовый поход против западных славян? Альбрахта, Медведя, Генриха, Птица и Лоба. Я прослушал ваши ролики по истории славян, но не помню, что бы вы об этом рассказывали. Я думаю об этом, пока, честно говоря, что-то как-то не собраться. не вижу отверстия в графике свободного. То есть я сделаю это, но не быстро. Спасибо. Раз уж вопросы иссякли, я немножко в сторону. Венский крестовый поход это когда германцы Какой крестовый поход? Венский. Ага. Когда германцы христианские рубили германцев, ну, славяно-германцев языческих. Расскажите, были ли это викинги, раз уж тема сегодняшних разговоров? Нет, конечно. Это уже не викинги совершенно, это не викинское явление, хотя оно формально может быть похоже, но все равно пришли, ограбили, убили, ну вот. Это не викинская тема. Уже нет. В полном смысле крестьяне просили славян, или там еще какие-то пласты еще внутри есть? В снятом виде, безусловно. А если порассуждать? Сейчас не будем. Я и так уже перебрал время выступления на 15 минут. Нет, не перебрал, у тебя до половины. А? До половины. До половины? До половины. О, у нас еще 15 минут есть. Мне казалось, что, давайте тогда срочно еще. Давай, 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 давай. Сейчас я не буду про него рассказывать точно, тяжелая тема для того, чтобы рассказывать ее в двух словах. Как я уже сказал в первом своем ответе, это слишком сложный вопрос, чтобы освещать его в двух словах. Для этого должен быть специальный специалист по палабским славянам, каковым я не являюсь. Поэтому мне или очень долго говорить, или ничего не говорить, лучше я буду говорить ничего. Объявляю личный конкурс на самый умный вопрос. Прям очень хочется такого, чтобы... Клина Александрович, с какого века термин викинг вообще вошел в употребление? С какого века термин викинг вошел в употребление широкое? Широкое употребление вошел с восьмого, а известен как минимум с конца седьмого, с начала седьмого века. У них там в Скандинавии. Дмитрий Александрович, вопрос, нормандская теория. Значит, Рюрих был призван как повелитель или как иностранный специалист? Для раннего средневековья таких даже терминов не было вообще. То есть, в принципе, мы пытаемся приделать современную терминологию к понятиям девятого века. В то время не знали, что это такое. То есть, если бы ты, товарищ, спросил у них вот это, они бы там, что он сказал? О чем он нас хочет спросить? Нет, это просто князь, вождь, который нужен союзу, который не может договорить сам с собой. А кто он был, им вообще было все равно. То есть, совсем. Подобного рода истории, внимание, от Африки до Юго-Восточной Азии. Вот так вот просто. И они все примерно одинаковые. История образования Камбоджи, например, точнее, еще даже не Камбоджи, а государства Фунань, оно симметричное вообще, один в один. Призвали индийского князя покняжить. И он приехал и покняжил. И слова даже были похожи очень сильно. В Англии то же самое. В пятом веке Хенгист и Хорст, придите, это цитата, прям придите и владейте нами, яко земля наша велика и обильна, но наряда в ней нет. Это англосакс, это бриты говорят англосаксом. Да, 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 да. Нет, еще раз повторяюсь, эта история кочует по всему земному шару, потому что люди в догосударственную эпоху, тем более в эпоху донациональную, задолго донациональную, они вообще не понимали в чем проблема. То есть у нас тут есть 15 группировок, которые не могут договориться. Нужен сторонний авторитет, приглашают вора в законе из Грузии, чтобы он просто развел всех по понятиям. Все. Клинин Александрович, почему викинги открыли Америку и никому об этом не сказали? Жадные скоты. Они, конечно же, не знали о том, что они открывают Америку. Отнюдь. Еще разок обращусь к вам. Вы сказали о том, что шведы не являются викингами. Вот почему они не являются викингами? Я говорил, что в Швеции, Норвегии, Дании, Англии были викинги, но основная масса населения викингами не являлись. Ну, как в Российской Федерации есть бандиты. Но когда скажут, что все русские мафиози, это не так. вопрос методический, когда слушаешь вас, поражаешься вашей эрудицией, и всегда хотелось узнать, как вы работаете с информацией, как такой гигантский объем знаний у вас непрерывно удерживается в голове, как вы работаете? Во-первых, это нужно делать постоянно, то есть это в теории не познать. Во-вторых, это нужно, чтобы А. Постоянно усваивалось, Б. Постоянно фиксировалось, С. Постоянно опробировалось на практике. То есть, я что-то там читаю не просто так. Я хотя бы вот прочитал что-то очень интересное, составил себе первое представление, пару постов записал, ролик записал, ну, короче, что-то в самом первом приближении, но самое главное, чтобы эта информация сработала. Если она мне в самом деле интересна, я ее буду читать пять лет, потом напишу книжку. Или там сначала десять статей, а потом книжку. Но самое главное, что сначала оно читается, потом я их не запоминаю, я их обязательно конспектирую. Оно конспектируется, то есть фиксируется, потом опробируется, и только так я их запоминаю. Потому что как только у меня эта информация перестает быть мертвой, а проверяется мною на хотя бы логической практике, это уже мое родное, как я могу это забыть, вы чего охренели, что ли? Я же переработал все. Я, возможно, даже денег заработал. Все равно было бы здорово, если бы хотя бы одну лекцию посвятили бы методике работать. Я подумаю об этом, а то сейчас я это расскажу, и вы так все будете делать. Еще один вопрос. Вы, кажется, с девушкой Анной вы записывали ролики по истории Японии. Да-да-да, с Анечкой Филин. Да. Хотелось бы спросить, не планируете ли вы... Анечка Филин находится в стране Новой Зеландии, она получает там гражданство, а мы находимся под санкциями. Если, как только мы запишем с ней ролик, ее лишат вида на гражданство, все. Понятно. Тогда просто хотелось бы спросить, не планируете ли вы, или планируете ли вы в будущем осветить тему противостояния Айнов и японцев? Нет. Это для меня на другой планете. Вопрос. Если у кого-нибудь есть салфетки, то подгоните, пожалуйста. Такой технический вопросик. Раз уж у нас еще 10 минут, я продолжу мучить этногенезом славян. Анты, про которых я сказал, вот это вот якобы пеньковская культура, у которой есть корни индо-иранских племен. И вот у нас завтра на сцене будет выступать группа Сколот. А само слово Сколот, это же на самоназвание скифской знати. То есть те, которые тысячу лет назад вышли с Алтая, потом пришли к Каспийскому морю. В чем вопрос? В этногенезе славян каково участие индо-иранских корней? С вашей точки зрения. Полное, потому что славяне это индо-иранцы. Индо-европейцы, понятно, это получается западная ветвь индо-европейцев. У нас просто общие корни. Максимально общие корни. Ну, мы все вышли из одного и того же корня. Скифы и славяне, германцы и греки, римляне и сарматы. Мы все из одного корня. Так скифы и сарматы это Азия, которые пришли... Они все являются индо-европейцами. У нас изначально был один общий язык у всех, и поэтому наличие общей терминологии, например, в Индии и у нас... Ну, скажи, вот ты знаешь слово будить? И ты говоришь жене, не буди меня в 6 утра! Я имею в виду... А ты знаешь слово Будда? Раскол... А ты знаешь слово Будда? Будда? Да. Кто его не знает? Слово Будда это слово будить, если что. Это сначала проснуться надо. Вот. Мы все от Юэджи в Синьцзяне-Югурском автономном округе до исландцев имеем один корень, один. У нас был один язык. А когда произошел раскол, про который вы сейчас говорите? Ага, вот это вопрос серьезный, потому что никто не знает, когда он точно произошел. И более того, никто не знает, где он произошел. Есть минимум пять научных теорий, достаточно обоснованных, которые отстаивают... Просто хотя бы коридор какой-то, чтобы не... Ну, я считаю, что все это начало происходить на Южном Урале. Вот там, где Аркаим находится, синташтинская археологическая культура. Она однозначно совершенно индоевропейская, и она однозначно ровно вот в то время, когда появляется ключевая технология, которая позволила индоевропейцам захватить почти всю Евразию. Вот это плавильные вот эти печи... Самое главное колесо спецованное. Это, по-моему, одиннадцатый век до нашей эры. Аркаим. О, это раньше даже. Это раньше. Появление спецованного колеса, это раньше. И вот с этого времени начинается экспансия индоевропейцев по Евразии. В разные стороны. Одни ушли на запад, другие на восток. То есть мы, как этногене славян, это восточная века. Но это, скажем так, через тысячу лет начался этногенез тех, кто явился прадедами славян. Вот так. Потому что настоящие славяне в полном смысле слова появляются не ранее вообще второго, третьего веков нашей эры. Ну просто вот эти вот анты, они якобы потомки индоевропейцев. Ну, допустим. Мы две потомки индоевропейцев. Друзыще, мы с тобой сейчас вступили в такой диалог, который полностью лишил возможности поучаствовать в нем всех остальных. Это неправильно. Говори вопрос, я отвечаю. Дмитрий Александрович, здравствуйте, спасибо за вашу речь. Вопрос из двух частей, если можно. По поводу скандинавов. Вот в Скандинавии было рабство, первый вопрос, насколько это рабство было экономически важным фактором в развитии их общества. И вторая часть вопроса, развилось ли это рабство в какое-то другое отношение, экономическое отношение, вроде как колоннада в Европе. В Скандинавии, как в крайне неразвитой территории, рабство было, оно было патриархальным. То есть у вас были, условно говоря, в семье зависимые работники. Развилось это не во что вообще, потому что оно было уже в замирающей фазе в остальной части Европы, с которой Скандинавия была неразрывно связана культурно-экономически. Здравствуйте, Клим Александрович. А такой вопрос, чем Готланд отличался от Дании, Норвегии и так далее? Вот именно как скандинав. Ну смотри, Дания, полуостров, Готланд, остров, наполовину отличались. Не знаю, чем они отличались. Наверное, на Готланде было больше хрустальных подвесок. Здравствуйте, у меня простой вопрос. Были ли в истории легендарные женщины, например, Зена или Ржесоня, что-нибудь в этом духе, только исторически? У всех кочевников были такие истории, из-за чего их постоянно вот греки мифологизировали, называя, например, народом амазонок. По одной простой причине, у них баба имела право не только наследовать имущество, но и править. А греки такие вообще пипец. Что? Баба править? А что у них там с гомосексуализмом? Нет, мы не такие. Аба Удика это просто вождь. Оса. Да, да, да. Те, которые хорошие, они грабили Европу, а плохие ждали хороших, когда приплывут домой, чтобы ограбить их в своей бухточке. Клим Александрович, у нас 9 секунд. Так, один вопрос, 9 секунд. Блиц, один вопрос. Все. Спасибо, было конструктивно, да? Клим Александрович, спасибо большое, ждем вас завтра.